Построились? Дружно? Готовы? Поехали! Здравствуйте! Нам очень приятно здесь находиться. Давайте я представлю, кто рядом со мной находится. Во-первых, к сожалению, мы будем рассказывать это в своей лекции, что изначально у нас было 10, а в итоге у нас осталось 6 членов основного экипажа. И вот у нас сейчас двое замечательных девушек, одна из них Анна Кусмауль. У нее очень много регалий, она кандидат биологических наук, она членка международной академии астронавтики, она лауреат премии молодых ученых имени Лебединского и еще много-много, наверное, чего. Сейчас она представляет объединенную рейдно-космическую корпорацию, но долгое время работала в нашем институте, институте медико-экологических проблем, и поэтому знает его изнутри, наверное, не хуже, чем мы. И Татьяна Живуева, это физиолог, она встречает наших космонавтов практически одной из первых, она проводит до- и послеполетное обследование всех российских членов экипажа МКС, общается с ними, оценивает их статическую стоимость, но она тоже еще расскажет, ну, если кратко, да? Да, а теперь мы представим нашего командира экипажа, это Елена Лучицкая, и она тоже член-корреспондент Международной академии астронавтики, и она тоже кандидат биологических наук, и тоже можно много про нее рассказывать, поскольку у нее несколько космических экспериментов, которые она вот ставит с участием космонавтов на борту, кроме того, она, естественно, мать прекрасного ребенка, что тоже очень важно. И я хочу сказать одну маленькую вещь о том, что когда выбирали командира экипажа, то учитывали мнение участников, то есть она не была просто назначенным командиром, да? Вот, на мой взгляд, это очень о многом говорит. Объясните, пожалуйста, мы должны говорить в эти микрофоны. Или в эти? Разные микрофоны, говорить в эти. А эти? А это для записи. Ну, точно. Их два, да? Давай, вот так, подключайся. Ой, уже началось. Ну, представлены сейчас фотографии сети девушек, пока они были вот такими обычными сотрудниками института. И, как по мгновению, практически с волшебной палочки, они превратились благодаря Олегу Волошину вот уже в таких более представительных, обыкнователей-испытателей, почти космонавтов. Ну, а если серьезно, это наш проект, это инициатива молодых ученых, которые собрались вместе и решили, что они готовы, готовы брать в себя ответственность, доказывать в себе, что мы обладаем достаточным количеством знаний, умений и способны проводить крупномасштабные проекты. Правда? Да. Мы всегда готовы. Следующий слайд. То есть это мы ответили на вопрос, кто теперь. Вы все видели, что на предыдущем слайде было 10 участниц. Из этих 10 нужно было выбрать 6, потому что в том комплексе, который представлял собой имитатор космического корабля, кают всего 6. Да? Как выбрать из 10 6? Сначала, естественно, был медицинский отбор. Мы крутили велотренажер и смотрели, как мы можем выдержать эту нагрузку, и как быстро мы восстанавливаемся после этой нагрузки. Нас крутили на кресле Кука. Это действительно серьезное воспитание. Кому-то может показаться, что это как покататься на каруселях, но это проверка вашего вестибулярного аппарата. Кроме того, мы сдавали кровь. Некоторым из нас пришлось даже делать рентген для того, чтобы исключить какие-то возможные трудности, которые могли нам помешать во время выполнения эксперимента. Но люди, которые участвуют в таких экспериментах, они должны быть не только здоровы, но еще и психологически готовы к участию. В таких проектах и должны уметь работать в команде. Психологических тестов тоже было очень много. И был один как раз из тестов, о которых я говорила, он называется «Социометрия», когда у каждого из нас анонимно, вернее, как не анонимно, но никто не мог знать выбор другого человека. Мы должны были написать, кого из десяти, три человека, мы готовы взять с собой в эксперимент. Вот мы должны были представить, что нас уже выбрали, вот кого еще возьмут в экипаж. И второй вопрос — это кого бы из этих десяти вы бы взяли с собой отдохнуть, поехать в отпуск. Это тоже очень важный вопрос, потому что иногда ответы могли не совпадать. Возможно, с кем-то вам комфортно работать, но при этом у этого человека никогда не возьмете с собой в отпуск, потому что он вам может его испортить. Вот, и на комиссия по отбору она учитывала данные как медицинского отбора, так и психологического, и плюс мнение самих участниц. И были названы шесть человек. Где? Где? Где это все проходило? Это было в Москве, где есть прекрасный институт медико-биологических проблем, в котором на протяжении многих лет проводятся изоляционные эксперименты. И не только изоляционные, но мы сейчас поговорим вот о комплексе, в котором это все происходит. Это надземный медико-технический экспериментальный комплекс, сокращенно НЭК. В нем уже проводился такой эксперимент, о котором вы наверняка слышали, поскольку нам сказали, что вы увлекаетесь космосом, космической тематикой, и достаточно много уже об этом знаете. Марс-500, когда шестеро участников просидели практически полтора года, то есть 520 суток, имитируя полет на Красную планету. Они должны были туда долететь, была имитация выхода на марсианскую поверхность, естественно, был отдельный модуль марсианской поверхности. А нет указки? У меня. Я буду показывать. Давайте. Ну и рассказывай тогда. Инициатива наказуема. Что из себя представляет НЭК? Это лодули. Они очень просто называются по объему. Самый большой – это 150-й. В нем хранились продукты, различные вещи, также бывают оранжиеры и спортзал. Дальше, второе привлечение – это 150-й, где располагалось 6 таких кальпот для членов экипажа, кухня и кальпот-компания. Вы видели это на предыдущей фотографии. В лодном проекте объем был ограничен. Было не все задействовано. Была задействована только часть вот этого модуль марсианской компании и часть, включающая спортзал. Спасибо. Спортзал и оранжиерей, где были установлены холодильники, логонения и питания. Остальное же все не участвовало в эксперименте, потому что на Луну объем корабля будет отличаться от того корабля, который прийдет к Марсу. И это логично. То есть, конечно, нам было немножко обидно, что у нас не было кают-компаний, потому что нам тоже хотелось собираться в теплой дружеской компании, смотреть телевизор, играть на барабанах, как это делали ребята в Марс 500. Но нам пришлось довольствоваться кухней, что тоже, в принципе, да, как очень приятно в нашей стране, женщины, кухня. Вы мне рассказали про то, что было предыдущие. Еще? А наш командир, да, она как всегда дает нам указание, что если мы что-то забываем, да, она это контролирует и обращает на это наше внимание. Вперед! Там просто было изображение после модуля, было изображение наземного пункта управления полетом. Потому что все время, пока мы находились в комплексе, за нами круглосуточно наблюдали. Вот если нам покажут правильную картинку, там будет видно, что на экранах показано изображение с большого количества камер. Было 10 или 11 камер. И за нами всегда следили врач, техник, инженер. Да, вот здесь вот видно маленькие экранчики. Это все изображение с разных камер. Можно было приближать какую-то конкретную. И все время контролировали, что делает каждый из участниц. Единственное, где не было камер, это, соответственно, в санузле и в каютах. У каждой из нас была очень маленькая каюта. Как я уже сказала, санузел у нас был, а вот с душем нам, к сожалению, не повезло. Душа у нас не было. То есть мы использовали те же средства гигиены, что используют космонавты. То есть влажные или сухие салфетки и полотенца. Ну, просто мы как раз эти самые влажные салфетки и полотенца хотели подарить тем, кто задаст самый интересный вопрос. Поскольку нас тут все время куда-то перевозят, мы куда-то едем, одеваемся, переодеваемся. Вот это, например, уже наша третья лекция за последние два дня. Четвертая. Четвертая лекция за последние два дня. То вот иногда случаются такие вот нестыковки. Мы, кстати, должны извиниться, поскольку я вижу, что сегодня кто-то из вас уже был на нашей лекции. И если мы будем повторяться, то проект у нас был один, то все равно нам придется рассказывать то же самое. Мы, конечно, постараемся рассказывать это немножко по-другому, но тут уж как получится. Вот здесь как раз Лена и Аня перед стартом эксперимента считают, сколько же дней будем мы находиться в изоляции. Сколько нам не осталось до изоляции? Это наше командир. Итак, здесь мы до, скажем так, полета и здесь мы уже после полета. Здесь у нас, как вы видите, две даты, начало и окончание. Окончание эксперимента у нас такая очень странная дата, как вы думаете, почему? Гетовщине революции, чтобы закончить. Гетовщине революции, чтобы закончить. Хорошая попытка, но нет. Я думаю, для проверки. Для проверки чего? Психологический. То есть? Мы назначили одно, а потом переназначили другое. Супер, да. Именно так и было. То есть мы должны были выйти 5 числа, и мы к этому готовились. И у нас практически у всех были планы, нас ждали. И радовали. Начальство, семьи, да. И тут нам говорят, дорогие наши девушки, на космодроме, на который вы должны приземлиться, ураган, и поэтому ваша посадка задерживается на один день. Ну, все, рассказали, ура. Это, конечно, была первая реакция. Мы все сказали ура, потому что у нас была достаточно теплая дружеская компания, нам нравилось делать то, что мы там делаем. И мы периодически обсуждали. И не только обсуждали друг с другом, но и записывали в наших видеодневниках, что мы еще неделю посидим и готовы две недели посидеть. Но все равно потом пришло осознание того, что не все так хорошо. То есть нужно было это принять и осмыслить, когда вы уже что-то запланировали, что вы к чему-то готовились. Особенно это тяжело людям, которые привыкли все в своей жизни контролировать, планировать. Все-таки после восьми дней пребывания мы поняли, что у нас уже восемь рабочих дней и еще один рабочий день, когда у людей, имея в теме на рабочий день, и субботу, и воскресенье... А еще был праздник? 4 ноября. 4 ноября. Еще был праздник, а мы работали. То есть еще один дополнительный выходной у всех было, нам не досталось. Кают-компанию не дали, выходные отобрали, ужасно. Так давайте уже серьезно. Сейчас все подумают, что нам так было весело, замечательно, а на самом деле было достаточно комфортно и психологически тоже. Но когда мы вышли, нам многие сказали, что выглядим мы, мягко говоря, не так, как заходили. И, наверное, нужно понимать, что мы находились там не на отдыхе, не в санатории, а занимались серьезной научной работой, проверкой оборудования, тестированием и так далее. И сейчас мы сейчас уже перейдем к более серьезной части. И кто-то даже пытался в свободное время писать в кандидатскую диссертацию. Так, поскольку у всех сразу возникает вопрос, да, вот женский экипаж, женский экипаж, а почему у нас все-таки в космос летают в основном космонавты, мужчины, да. Вот как вы думаете в нашей стране, сколько было, ну в нашей стране имею в виду СССР и Россию, сколько было летавших женщин-космонавтов? Вы, наверное, знаете. Четыре. Четыре, да. А кто можете назвать? Школа, Савинский, Контаково и Серово. Отлично, да. Там у нас была недавно. Да, мы видели фотографии. Следующий слайд. Да, если мы посмотрим эту таблицу, мы увидим, что в США с этим все гораздо лучше. К сожалению, в России пока не давших женщин-космонавтов очень мало. Следующий слайд. И дальше. Здесь указаны даты их полетов. Если две даты, то это было два полета. и можно посмотреть, какой большой период времени проходил между полетами. То есть, вот как-то у нас грустно с этим. Но при этом мы не должны забывать, что в России существовал женский отряд космонавтов. И там были женщины готовы к полету в космос. И была даже идея организовать полет чисто женского экипажа. Девушки к нему готовились. Но, к сожалению, из-за различных сложностей, из-за переноса, с запуском, график запусков был изменен. Затем технические сложности, потом личные обстоятельства одной из кандидаток. И, к сожалению, полет не состоялся. Но при этом одна из этих девушек, Елена Доброквашина, она работает до сих пор в нашем институте. Она принимала участие в отборе девушек, которые вошли в проект. И она нас очень поддерживала и говорила нам очень хорошие напутственные слова. Тоже одна девушка из Питерска? Да. Про Катю Иванова. Это сегодня. Мы как раз узнали, что одна девушка была из Питера. И некоторые ее даже лично знали, как я поняла. Так, здесь мы переходим к вопросу, зачем проводятся такие эксперименты. Для того, чтобы понять, что происходит с космонавтами на борту и как нам с этим бороться. Мы имеем в виду вредное воздействие факторов космического полета. Понять, что с ними там будет и как нам с этим бороться. Нам нужно на Земле что сделать правильно? Воссоздать факторы космического полета. Один из самых главных вредно-воздействующих факторов это, конечно, невесомость. Можем ли мы создать настоящую невесомость на Земле? Первая реакция, конечно, нет. Но вот есть один вариант, когда мы можем кратковременную невесомость создать. Пытание смотрит на меня, потому что здесь я обычно говорю о том, что это была моя мечта. Я понимала, что в настоящих условиях космоса я уже никогда не пробиваю. А вот испытать хотя бы невесомость, что это такое, отрыв, ощущение полета. Это лично была мечта. Я к ней шла. Просто вот эта фотография. Это я отхаз Елена. Она участвовала. Прекрасный так. А на другой фотографии Сергей Рязанский, которого вы тоже наверняка все знаете. Там, на самом деле, вот эта последняя парабола. Я участвовала в 31 параболе. И последняя из них такая потерялась у меня. Ну, не суть. И так, правда, с этим надо. Не надо, наверное. В последней из параболей, в 31-й, нам как раз разрешили подурачиться. И фотография как раз оттуда. А вообще мы занимались серьезной проверкой научного оборудования. Просто перед тем, как новые космические эксперименты лети на борт, приборы необходимы протестироваться. Я как раз участвовала в тестировании нового датчика, который, ну, наверное, я немножко останавливаюсь на этом, чтобы рассказывать про свой эксперимент. Ну, я была там не просто так, я тестировала оборудование. Следующий слет. Опять мы хотим. Ну, создать условия не в совместной на 25 секунд, конечно, мало для того, чтобы вы были с начала гибели все. Это серьезные научные вопросы. Поэтому и, в принципе, весь наш институт занимается тем, чтобы так или иначе смоделировать факторы и условия космического полета. И вот один из них, это... Саново, вы хотите начать. А это уже статическая гемокинезия. Да, вот наш тоже присутствующий здесь Олег Малошин находится в этом эксперименте. Сколько ссылок, Олег? Ты мне хотел сказать? Нет, здесь большую. Такой был? 35. Ух ты. Так, по фотографии не скажешь. То есть голова ниже уровня ног, кровь перераспределяет верхнее отдела тела. Известно, ученые изучают вот именно этот фактор, когда перераспределение жидкостей. Следующее, что просто гипокинезия, да? Когда гипотиномия, отсутствие больших прибыльных нагрузок, в этом участке есть женщины. Самая гипотиномия гипокинезия, они подсказывают, сколько она была? 4. Год. Польша? Женская. Да. Но это женская. Женская. А, мужская. Год. Ну, например, я бы точно такой эксперимент не согласилась, но тут уже такие факторы мотивационные играют роль. Ну, и про сухомерсию расскажет Татьяна, это ее антарел. А, просто я работаю в отделе, который как раз занимается средствами и работает именно с этой моделью. Это самая обычная ванная, наполненная водой, но дело испытуемо от нее отделяет тонко-эластичную пленку, и поэтому не вызывает никаких раздражений на коже. Но она, человек, вооружая сердцу, дает эффект безополности, который скрытывает космонавты. И наша центральная система воспринимает это как невесомость. И запускается все эти двигательные эффекты, способствующие негативным влияниям невесомости. И ученым это равно легкая модель для изучения и проверки различных профилактических средств. Мы используем эту модель в течение, например, 5-7 соток. И этого достаточно, чтобы уже поймать и выявить глубокие изменения. Она более выраженно показывает эти изменения, чем, например, в предыдущей модели, последняя гипокинезия. Эксмис Альев, мы не будем долго рассказывать про каждый эксперимент, мы просто хотели показать, что мы, мы не вдруг решили проводить этот проект. У Института медико-биологических проблем огромная история проведения таких экспериментов. И посмотрите, здесь как раз можно посмотреть и на длительность, и на сроки, как давно были начали проводить такие эксперименты. Следующий слайд. Вот как раз участием женщин. Следующий слайд. Здесь мы хотели подчеркнуть, что в таких экспериментах принимали участие и иностранные ученые, и иностранные космические агентства. Проводились эксперименты. Сначала члены экипажа были российские или советские, но были поставлены эксперименты иностранных ученых, а затем уже и в экипаж стали включать представителей других государств. И последний из таких крупномасштабных проектов – это «Марс-500». Мы хотели бы подчеркнуть, что один из ребят, которые находились внутри, которые полтора года провели вот в том же комплексе, что и мы, он в нашем эксперименте отвечал на научную программу и очень нас поддерживал. Мы считаем, что он как раз был один из тех, кто прекрасно понимал, что мы внутри чувствуем, что вот наше психоэмоциональное состояние. Александр Смолиев. Нет, мы уже испортили второй микрофон. Раз, раз, раз. Алло, сразу поедем за работу. Спасибо. Мы привыкли к нештатным ситуациям, поэтому, если что, мы можем и без микрофона. Да нет, мы внизу держим. Я ничего не нажимала. Нет, на самом деле, вам может показаться, что мы через тюрьму много сменёмся, но одна из наших задач это рассказывать о науке весело, интересно и привлекать к ней внимание. Потому что, когда ты слушаешь научную лекцию, вот я была на одной лекции по теории относительности. Я подумала, о господи, наконец-то я пойму, что это. Потому что вот читать вот это вот, я, ну вот, моих научных знаний, моего бы грамота не хватает. Но я не могу сказать, что вот то, что было, я смогла что-то понять. Поэтому я жду следующую лекцию по теории относительности, чтобы всё-таки, наконец-то, всё понять. И вот здесь вы видите всё-таки шесть человек, которые попали. Давайте речь снимок. В наш экипаж ходил врач Инна, а также психолог Полина. Они выполняли, в принципе, те же функции, за которые отвечали. Инна больше руководила медицинской встречи, там, взять те крови и ещё что-то. А Полина же психологические тесты, оценка психологического состояния экипажа. И это мы всегда говорим, что это было очень необычно, интересно и, может быть, иногда трудно для нас, когда один из членов экипажа ещё и является психологом, который должен оценить групповую динамику, да, то, как себя ведёт экипаж, что мы чувствуем, да, что мы представляем из себя как команда. И вот Лена всегда с Полиной, когда разговаривала, говорила, так, ты мне сейчас скажешь, ты член экипажа или ты сейчас психолог? Что же мы там делали? Сейчас мы хотим показать видео, коротко, чтобы вам проще было представить не на фотографиях, а всё-таки в картинке, ну, то есть в видеоизображении, как это всё выглядело. Но мы не уверены, что это технически будет возможно. Нет, Олег, сделай, пожалуйста. Опять командир командует, но вы уже должны были к этому привыкнуть. Это очень хорошо, как это командир. Он не командует, он несёт ответственность. Первая каюта – это медпункт, поэтому здесь живёт врач. Участница эксперимента «Луна-2015» – 8 дней в запутом моде. Условия спартанские. Маленькие одноместные каюты без иллюминаторов. Повсюду камеры наблюдения и строгий режим. Всем приглашаются на фото-правление для просмотра всех этих детей. Каждый день плотный график медицинских экспериментов. Часть из этих опытов участницы придумали сами для космонавтов на МКС. Там они, к примеру, выполняют сразу две программы по изучению сердечно-сосудистой системы, разработанной командиром лунного экипажа Еленой Лучинской. Теперь вот и у неё появилась возможность испытать систему на себе. Проверяют девушки и свой болевой порог. Говорят, у женщин он выше, чем у мужчин. Вот здесь у нас есть такой специальный зажим, в котором представляется палец и специальная стержня. На палец осуществляется тазлининг. Как только он чувствует, что ему больно, он должен посетить кнопку. Были эти психологические тесты на внимание и реакцию. В порядке. Ошибка. Можно было даже дистанционно лунноходом поуправлять. Специальную программу для девушек придумали в МГУ. Это оказалось единственная задача, согласно отчёту, с которой никто не справился. Полина пытается состыковаться с базовым модулем лунной станции. Это кусочек фильма, который мы показывали на ТВЦ. И после этого у нас все спрашивают, ну что же вы не могли вот... Девочки, понятно, не могут лунной модуль приштыковать. Ну да. Но на самом деле это происходило потому, что это были технические проблемы с программой. Не потому, что она плохая, а просто потому, что это была новая программа, и мы должны были её протестировать. Ну вот что-то нужно ещё, что-то потребовало доработки. А теперь о том, что показали, мы расскажем чуть-чуть подробнее, о чём-то, может быть, чуть-чуть подробнее, о чём-то просто пролистаем. Если будет интересно, да, вы просто скажите, а вот вы там показывали такую здоровскую картинку, мы бы хотели узнать об этом поподробнее. Стеклограмма? Стеклограмма? Тоже я? Значит, у нас было расписание для каждого, кто что должен выполнять. Расписание называлось стеклограмма. Сложное такое слово. У каждого испытуемого был свой код. Код был очень простой. Первая буква «Л» — это потому, что Луна, и вторая — это порядковый номер. Как вы можете видеть, там у нас не «Л1», то есть не от единицы до шести, а вот кому-то достался «Л10», просто потому, что коды присваивались на этапе, когда было 10 кандидатов в экипаж. Поскольку еще до того, как мы попали в изоляцию, нам нужно было сдать очень много фоновых данных для того, чтобы потом сравнивать, а что же все-таки изменилось в процессе изоляции. Как вы видите, где-то у нас совместная деятельность, где-то у каждого своя, где-то есть пустые строки, но мы должны сказать, что вот такого, чтобы мы ничего не делали, у нас не было никогда. Во-первых, нам нужно было заниматься уборкой модуля, нужно было помогать друг другу в выполнении экспериментов, и кроме того, можно было подготовиться к завтрашнему дню, поскольку не на все эксперименты уходило столько времени, сколько отводилось по циклограмме. И плюс еще фото- и видеосъемка, поскольку одной из задач, которую нам поставил пресс-секретарь Института медико-биологических проблем, было выдать достаточно большой объем фото- и видеоматериала. Да, вот эта пустота на тех колоночках, которые якобы мы, я не знаю, ничего не делали, это абсолютно не так. Получалось так, что вот здесь вот даже было 23 на 0, ой, но, наверное, для кого-нибудь секрет, что не то, что в 23 мы никогда не ложились, мы в 24 и в 0, на 1 редко ложились. Чаще нужно было либо проверить аббуратуру, которая нужна на следующий день, либо составить какой-то график, либо проверить все, либо мы отправляли Олегу. Вот в первые 3-4 дня мы пока обрабатывались и понимали, как же можно все это успеть. У нас тоже не было времени свободного, когда мы там, да, пытались взять какие-то игры, что-то поделось. Вот в первые 3-4 дня у нас не было даже возможности даже понять, где оно, это свободное время, про которое нам кто-то когда-то говорил. И даже записал в циклограмму. Это мы доказываем, что у нас это не просто было в голове, в компьютере или еще где-то, циклограмма была распечатана и висела перед... Ну, это было самое важное место, конечно, в нашем модуле. Итак, первая задача таких экспериментов, как мы уже сказали, это оценить воздействие каких-то из факторов космического полета, в нашем случае это в первую очередь изоляция, ну, плюс еще моногендерный экипаж, на организм человека. Вот про это, наверное, расскажет Татьяна. Ну, наше утро и вечное там делается с медконтроля. Это самые обычные, вроде бы, вещи, но при этом нам нужно было проверить давление триня приборами для того, чтобы сравнить, который из них дает более верные показания при этом с промежутком, чтобы восстановились показатели АД, просто вес, температура. А на нас уносили такие замечательные вещи, как... Актиграфы. ...которые записывали нашу деятельность, нашу активность в течение всего дня. Иногда это превышало даже норму, и он нам говорил, все, хватит, а у нас еще процеглограмм не... Работать и работать. Ну, на самом деле, я не очень люблю этот слайд, вы понимаете все почему, да? Нет. Ну, как вы думаете, кто вот так вот еще согласен показать, сколько же он на самом деле весит? Мама. Не будет. Мама. Я просто переключила. Это методика стресс-контроль. Мы ее делали и утром, и вечером для того, чтобы, во-первых, оценить, как меняется наше состояние в течение дня, и, кроме того, удалось ли нам восстановить силы и восстановить наше состояние в течение ночи. Вот, он выдавал в конце такую картинку, где было четыре зоны, зеленая, желтая, красная, четыре, ровно. По-моему, черная. Черная. Но это тоже методика... Но это совсем плохо уже. Но я понимаю, да. Это методика, которая тоже была разработана в нашем институте, и человек, который ее много лет назад разработал, до сих пор жив и работает. А это методика, как бы сказать, до нозологического контроля. То есть предсказание того, что у вас, вы близки к тому, что у вас разобьется заболевание. То есть там есть зона нормы. Затем вы как бы переходите в зону, которая чуть хуже нормы, но еще ничего, а потом уже еще две зоны, уже все хуже и хуже. Красная и черная. Да. Но по цвету я вам сейчас точно не скажу. Но это не важно. Но это не важно, да? Главное, что вы не можете резко, скажем, перейти из зоны нормы вот в зону плохого. То есть вот это будет вот такой переход. А время вы тоже фиксировали вот в переходы? Или до черной? Мы не доходили. Мы не доходили. Слово, мы все находились в зеленой зоне всегда. Да, и Лена Лучицкая, капитан команды. Она как раз из лаборатории, где эту систему разработали. Мы ей всегда показывали. Командир, смотри, у нас все хорошо, мы в зеленой зоне. Она такая, я буду зону, но давайте все равно надо. Нет, она вот оттуда что-то кричит. Все до системы. Это как раз ее эксперименты. Мы очень любим, чтобы она о них рассказывала. Но, к сожалению, ее там отвлекли телевизионщики на интервью. Она очень любит про это рассказывать, потому что этот эксперимент впервые был поставлен в космосе с участием Елены Серовой. И затем вот его выполняли мы. Ну, естественно, и другие космонавты. И мы очень гордимся, что иногда она нас хвалит больше, чем космонавтов. Потому что там нужно простоять 10 минут, вот просто не делая ничего. Я бы говорила, девушки, если бы все космонавты так бы делали, у меня, как бы, намного бы меньше уходило бы времени на обработку этих данных, на выделение именно чистое. Для чего эти эксперименты? Для того, чтобы оценить состояние кардиореспираторной системы космонавтов, посмотреть, что меняется в полете, и, возможно, действительно предотвратить развитие каких-то заболеваний. Следующий слайд. Это вот еще там мы, дорогие, джин? У нас? Ну, болезнь, что у вас здесь не было, но у вас... Нет, здесь вот именно развитие каких-то таких заболеваний, то есть, конечно, не травмы. Травмы никто не может предсказать, да? То есть... Но у вас был какой-то, ну, я даже не надо объяснить. Допустим, она произошла, травма, да? Да. Что дальше делает экипаж? Мы расскажем вам. Это будет спокойствие. Здравствуйте. Ну, конечно, мы уже прошли жесткий медицинский отбор, и у нас не могли быть плохие показатели, какие-то кардинальные изменения. Это еще один эксперимент космический, который состоит в том, что это 24-часовой мониторинг тоже состояния сердечно-сосудистой системы. И при этом, то есть мы его носили, и еще какие-то эксперименты выполняли. Иногда получалось так, что на тебе наклеены датчики от трех разных экспериментов. Следующий слайд — это регистрация ЭЭГ. Это наверняка вы знаете, что это достаточно сложная методика снятия ЭЭГ, и нам пришлось выполнять ее самостоятельно. Дело в том, что у нас была среди 10 кандидатов была специалист по этой методике, и мы очень рассчитывали, что она попадет в экипаж. Поэтому как-то так, может быть, не очень серьезно отнесли к тому, что, возможно, нам придется это делать самим. В итоге так и получилось. Естественно, она была с нами на связи и помогала, координировала нашу работу. Здесь нужно сделать маленькое отступление, о котором мы не говорили о том, как осуществлялась связь. То есть она не разговаривала с нами по телефону. Это была запись видеосообщений. То есть через, ну, в специальной комнате в рубке, только через нее в основном осуществлялась связь. Естественно, была система экстренной связи, но она могла использоваться только вот в экстренных ситуациях. А так мы приходили в рубку, записывали на камеру видеосообщение, отправляли ей, ждали, пока она его получит, прочтет, запишет ответ, пришлет нам, и мы уже сможем что-то исправить. Затем опять не получается, опять отправляем ей. Какая скорость была у вас в передаче данных? Ну, у нас задержки связи не было, как в эксперименте Марс-500, поскольку при полете на Луну как бы не настолько сильно корабль удаляется от Земли, чтобы была очень сильная задержка связи, поэтому здесь мы это не моделировали. А в эксперименте Марс-500 доходило до 20 минут в одну сторону, и 20 минут обратно, да? То есть 40 минут всего. Да. Ну, вообще практика сопровождения эксперимента исследователем, когда испытатель будет на МКС выполнять какой-то эксперимент, это нормально. Например, если у нас эксперимент выполняется на борту, то в этот день, в это определенное время исследуем. Исследователи едут в ЦОП и сидят. Если вдруг пойдет на какие-то нюансы, какие-то вопросы у космонавта, он звонит, и специалист должен быстро ему помочь решить любые вопросы, подсказать, как и что. Здесь у нас, как вы видите, говорят все зеленые лампочки, и это означает, что мы все подключили правильно, и нам даже удалось действительно у каждой из нас сделать записи ЭГ без помех. Конечно, исследование иммунитета и метаболизма, поскольку даже несмотря на столь короткий срок, ученые считают, что в первую неделю уже происходят адаптивные изменения, то есть идет приспособление организма к тем условиям, в которых он находится. Поэтому у нас постоянно брали кровь. То есть утро у нас начиналось, как кто-то у нас любит говорить, не с чашечки кофе, а сдачи крови, слюны, методики антистресса. То есть к тому моменту, когда мы завтракали, мы уже успевали, не знаю, выдохнуться. Практически все участницы были научены брать сыгры хотя бы из пальца, потому что врачу одному было сложно это выполнять, хотя она это все могла. Но для ускорения процесса, потому что некоторые биоматериалы мы отшлюзовывали сразу. И специалисты, их уже, как говорится, не замороженные, брали и отправляли на исследование. По поводу отшлюзовки, как можно сказать, мы имели право только отшлюзовывать. Внутрь нам уже ничего не доставляли. Здравствуйте, есть какая-то информация только через ЦУП, тоже наше местное. Ну, видео сообщения или какие-то текстовые файлы. Ну, то есть как бы как в космическом полете, да? То есть мы ничего не получаем, но можем вышлюзывать мусор, что-то такое. Следующий слайд. Это очень важное направление экспериментов, это моделирование операторской деятельности, которое и для космонавтов очень важно, но и для операторов на Земле. Поэтому было большое количество экспериментов, направленных на ее оценку. То есть как меняется внимание, координация. И был как раз один из наших любимых экспериментов. Сейчас вот, наверное, до него дойдет, да. Ты про какой имеешь в виду наш любимый эксперимент? Я хотела рассказать про такой один из психофизиологических тестов. Когда на экране монитора бегает крестик, тебе, соответственно, нужно мышечки выловить. Ну, казалось бы, бегаешь за ним и бегаешь. Компьютерная игрушка. Параллельно с этим возникает три цифры над ним. Нужно сложить крайний из них. И если сумма этих чисел больше средней, нажать на правую кнопочку мыши. Если эта сумма меньше, то на левую кнопочку мыши. То есть параллельно с тем, что ты носишься за этим крестиком, ты считаешь, и чувствуешь, на какую кнопочку тебе нужно нажать. Обычно это происходит еще после каких-то других воздействий, после вот таких вот стыковок, когда уже и так ты плохо соображаешь. И плюс еще, чем быстрее. То есть тебе кажется, что ты сейчас вот сделаешь быстрее, и ты поймаешь этот крестик. Чем быстрее ты двигаешься, тем быстрее он убегает. И это нужно было выполнять длительное время, порядка… 15 минут. 15 минут. Это именно тесты на утомление, на стрессоустойчивость, потому что, понимаете, 15 минут. Ну, равномерно все. Но я хотела рассказать про другой эксперимент. Так, у каждого был свой любимый эксперимент. Мне очень нравился эксперимент по имитации стыковки. То есть это управление условным космическим кораблем и его пристыковка к условной космической станции. Сначала мы делали этот эксперимент до изоляции, для того, чтобы к этому привыкнуть. Потому что когда ты первый раз… Ну, как бы выйти на плату своего умения. Научиться. Научиться, да. Потому что если бы мы начали делать это сразу в изоляции, то у нас улучшение было просто потому, что мы научаемся, да, вырабатывается навык. Поэтому мы делали это до, и когда ты садишься делать это первый раз, ты понимаешь, что это практически нереально. Затем уже вырабатываешься и уже даже начинаешь соревноваться сам с собой. И каждый раз хочется сделать чуть-чуть лучше. И спрашиваешь, ну а космонавты? Как его делают космонавты? Вот. И там несколько уровней. Сначала вы просто стыкуете как бы невращающийся корабль к невращающейся станции. Затем появляются помехи. Солнечные блики, тени. Станция начинает вращаться. И это, естественно, затрудняет ситуацию. Ну и потом, конечно, может быть, нам было в чем-то сложновато, потому что нам пришлось выучить все эти термины, которые также учат космонавты. Тангаж, рыскание. Так, здесь дальше тут психологические методики. Как мы уже сказали, у нас с экипажа была психолог Полина, которая проводила оценку групповой динамики. И наших взаимодействий, как мы координируем с друг другом. И в некоторые дни велась еще постоянная видеозапись для психологов. После этого оценивали, кто кому чаще подходит, например, кто с кем работает, общается. И в том числе даже и выражение лиц. Но я думаю, что с нами было проще, потому что всего 7 дней. Половину из них, по-моему, 4 дня было у нас, да, или 5, когда уже мы говорили, ну ладно, Полина, мы уже привыкли, можно еще поснимать. А вот в Марсе 500, потом людям пришлось, психологам анализировать вот все эти дни. Кроме того, каждая из нас каждый день должна была заполнять дневник испытателя. Можно было писать от руки, можно было заполнять на компьютере, на ноутбуке, на планшете, либо записывать обращение на видеокамеру. Даже иногда нас спросили, чтобы было и написано, ну, на компьютере или на другие. И плюс еще видеообращение, поскольку в видеообращении можно еще оценить эмоции. Это... Да, вот как раз про видеозаписи мы обычно оставляли их на батон. И, ну, чтобы, во-первых, прообразировать прошедший день, и уже как бы полностью, да, осознав свои эмоции, чувства за этот день, рассказать, что происходило. Поэтому чаще всего это было уже, ну, как бы, конечно, не утро следующего дня, но уже после ноля часов. И вот, пытаясь раскрыть свои эмоции, я, например, представляла, что это все для психологов. Говорила абсолютно искренне, вот так, как чувствую, а потом вдруг оказалось, что все это выкладывается в социальные сети, и каждый желающий мог послушать все мои национальные игры. А что, ты хотел в социальные сети выкладывать неискренне? Я думаю, что все равно она бы то же самое говорила. Но я хочу сказать о том, что вот текстовые файлы, они чем хороши, что проходил анализ не только того, и даже не столько того, что мы пишем по смыслу, а то, какие слова и что мы для этого используем. Методика контент-анализа. То есть, ну, мы, конечно, не знали об этой методике до того, как ее начали использовать, но начали уже там продумывать, что ага, наверное, если ты пишешь «я» чаще, чем «мы», то это может быть неправильно. И первое время мы, конечно, старались, напишешь, я потом думаешь, не-не-не, сейчас я поправлю на «мы». А потом уже об этом забываешь. И минус как раз того, что мы ученые, да? Мы слишком анализируем так, наверное, не надо, надо так сделать, чтобы мои результаты были хорошие. Но на самом деле мы потом исправлялись, мы старались не портить... Не думать об этом, да. Если думать, все-таки мы испытатели, мы же сами захотели испытать на себе, что это такое, потому что мы сами специально по другую сторону находимся, мы проводим эксперименты, но нам же нужно побывать в Шкуриес, чтобы на нас проводили эксперименты с нашим участием. Следующее, что у нас там? Можно я это расскажу? Понятно, что закрытый герман-объект, осемененность может быть микроорганизмом довольно высокий и колоссально расти, если не проводить уборку или еще что-то. И исследование именно микробиологических показателей было тоже важным аспектом в нашей научной программе. И на обратном, она проводила смыслы с различных участков, определенных именно отмеченных микробиологами, также еще смотрела осемененность на чашечках Петри. После этого она включала вот эту ультрафиолетовую лампу. Она была настолько большой мощности, и она издавала таким очень строгим мужским голосом то, что нужно обязательно быстро покинуть помещение за 10 секунд. То есть это стандартное предупреждение, чтобы никто не остался в той комнате, где будет проводиться обработка. Ну, да, мы очень любим это рассказывать, потому что это действительно, когда первый раз это было не в первый день, то есть мы уже успели привыкнуть к тому, что мы одни, с нами вот никто не разговаривает, да, мы разговариваем только друг с другом, только женские голоса звучат в ушах, да. И тут Инна уходила делать это сама для того, чтобы вот затем не выгонять, ну, как бы не тратить время на то, чтобы мы покидали помещение. И поэтому мы сидим, занимаемся там какими-то своими делами, либо тесты какие-то делаем, да, это уже делалось вечером на ночь. И тут вдруг такой строгий мужской голос объявляет нам, что срочно покинуть помещение, и бежит наше длинноногое Инна через люк, который там все модули, да, отделены друг от друга специальными люками, да, и закрывают его. Но был такой момент, когда мы, ну, немножко, наверное, ну, не то, что запаниковали, понятно, что никто этого не показал, да, но... И такие веселые моменты у нас там были. Ну, это вы видели видеоролики, это выделение порога болевой чувствительности, как болевой, так и термо. Вот мы не сказали об этом, по-моему, в ролике не было сказано, что здесь еще определялась термочувствительность. И там, естественно, стоппер есть и в зажиме, и стоппер есть и при температурной чувствительности. То есть больше определенной температуры он не нагреется, то есть это для предотвращения того, чтобы... Ну, бывает же, что у человека, например, ну, он не чувствует боли, да? И этот именно эксперимент проводится тоже на космонавтах до и после полета, определяет их изменение их порогов после космического полета. Причем это именно тот самый прибор, который используется у космонавтов, потому что когда там каждый раз присваивается каждому новый свой номер, когда мы говорили, ой, а почему я 25-я? Почему не первая? Это же вот только нам принес этот прибор, а вот наш... Илья Руковичников, который был обеспечен врачом эксперимента. Да. Он говорил, здравствуйте, но все остальное уже занято космонавтами. А если именно в итоге поменялось? Ну, у нас там дело в том, что была такая ситуация, когда у нас в конце эксперимента понизилась температура в модуле. Нам сначала показалось, ну, мы как ученые сразу стали предполагать, что нам же, нас же не предупреждают, что что-то случилось. Значит, скорее всего, это у нас изменилась наша терморегуляция. А вот как раз этот прибор показал, что, скорее всего, это не у нас проблема, а действительно температура в модуле снизилась. Я вот тоже хотела сказать, как поменялось, на самом деле, до, например, эксперимента. Я очень хорошо помню, что я выдерживала до конца, то есть когда прибор отключался автоматически. Ну, я как бы с той же уверенностью, что я сейчас, пока он сам не отключится, делаю и понимаю, что я терпеть не могу вообще все. Ну, то есть, вот, видимо, изменилась такая ситуация. Повысилась, что я терпеть до конца не могла внутри гермообъекта. А ведь очень хотелось, да, ну вот я же могу. Да, да, да. Значит, сейчас мы переходим к новой очень важной задаче, да, то есть помимо того, что мы исследовали эффекты, изоляции, да, мы еще отрабатывали методики, тестировали те приборы, которые, ну, какие-то из них уже используются на борту, но все равно требуют дополнительной проверки. Потому что одно дело, когда этот прибор ломается на земле, можно что-то поменять. У нас, например, был случай, когда до изоляции мы тестировали прибор мониторинга, который должен был в течение 24 часов регистрировать нашу ЭКГ. И, к сожалению, вот как раз в фоновых исследованиях выяснилось, что там, по-моему, мы не поставили... ...недостаточно для полной записи с той активностью, которую мы выполняли. То есть пришлось отдавать программистам, мы приборы переделывали. И вот это происходило все первые сутки, единичные, вернее, вот эти тестовые. И мы действительно сделали вывод, что они были нам необходимы и нужны. И мы выявили вот эти вот недочеты, отправили их на доработку. То есть не просто так, мы просидели эти сутки тоже. Ты имеешь в виду... Пробную тестовую изоляцию. То есть все-таки перед тем, как нас запустить туда на 8 или 9 дней, да, каждая из нас из 10 попала в короткую изоляцию, суточную. Но пришлось, конечно, поделить на две команды, поскольку для 10 человек там не было места. Хотя мы, конечно, предлагали поставить дополнительные кровати, говорили, что мы команда, мы хотим все вместе, не надо нас разделять. Но все-таки решили, что условия должны быть для всех одинаковые, все должны жить в каютах, и поэтому поделили просто на две команды, и два дня, каждые по одному дню провели там. Здесь у нас врач Инна тестирует портативный прибор. Вот этот вот маленький прибор — это УЗИ-диагностика. То есть получается, что космонавт, в принципе, сам может провести себя УЗИ. Подожди, верни, назад. Эксперимент направлен на выявление, может быть, небольших трещин или тех изменений, которые касаются зубной эмали. Эксперимент, на мой взгляд, достаточно сложный. Нужно было провести видеосъемку. Это вот такая маленькая камера, она сгибается, она такая достаточно удобная. Но нам нужно заснять верхнюю, внутреннюю, нижнюю, наружную, все восемь поверхностей, и очень тщательно каждый зубик провести, чтобы отправить специалистам, и они смогли увидеть. Конечно, не у нас, но в будущем. И сейчас прибор на борту. Да. Елена Серова, она тоже его тестировала, да, и отзывалась о нем очень положительно. То есть, да, на наш взгляд, ну, такой один из важных был, важных методик. Может быть, просто не всегда приятно, да, когда ты крупным планом видишь свои зубы, но при этом... Даже трещинку там можно, вот специалисты должны это видеть, конечно. Но при этом он действительно нужный и важный. Потому что мы знаем, что в невесомости снижается кальций, и зубы поддержаны какими-то изменениями. На борту есть... Стоматологическая укладка. Стоматологическая укладка, где они могут поставить какую-то микропломбу. Но лучше, если они отправят это все специалистам на землю, и они уже им подскажут, что там и как, серьезно или нет. Также мы испытывали там зубную пасту ремарс-гели. Она двухкомпонентная, она была и у участников марсианского эксперимента, и на борту МКС, если космонавты желают, они тоже ее могут заказать в личную уплату. А что это такое двухкомпонентная зубная паста? Там два вида геля. Сначала одни нужно было почистить, вторую ремень минерализирующих. Да, а потом... Одну... Нет, по очереди. Да, а потом минуту вторую. Она продается в музее космонавтики, но в Москве есть, так что любые желающие... Потом проглатывается, да? Да, ее можно проглатить, потому что на станции космонавты не имеют возможности проболоскать рот, и это, как говорится, у них нет там раками. Да? Здесь у нас еще одно видео. Эксперимент «Луна-2015» подходит к концу. В самом финале руководитель проекта подкидывает девушкам несколько нештатных ситуаций. Член экипажа внезапно получает травму в качестве пострадавшего. Вторая неприкасность – ураган на космонавтике «Восточный». Посадку приходится обложить на день. Но с этими трудностями девушки справляются. На земле встречаются летали, как настоящий георгий. Но мы хотели показать тут ролик о том, что наши, как говорится, коллеги, которые находились за модулем, которые смотрели, наблюдали, помогали нам организовывать весь этот эксперимент, они также устроили нам университетные ситуации. Это как раз о вашем вопросе. То есть вдруг неожиданно мы получили сигнал, мы занимались своими делами и получили сигнал, что нам необходимо всем собраться в одном из модулей, поскольку один из членов экипажа получил травму. И нам нужно было распределить роли, кто чем занимается, кто докладывает на землю, кто помогает врачу, достает прибор для мониторинга жизненно важных функций, кто готовит инъекцию. И, как нам сказали, мы с этой задачей справились. Мы тоже можем сказать, что это не только внештатная ситуация для нас, но и отработка технологии. Отработка технологии, когда осуществлялась телемедицинская связь. То есть наш центр управления был на связи с реально действующей Волонинской клинической больницей, где специалисты могли наблюдать за нашей работой, передавать нам инструкции, которые наш центр управления затем транслировал нам. Кроме того, после этого на следующий день нам была предоставлена еще одна интересная возможность. Нам сначала показали несколько обучающих фильмов, как проводить реанимацию. То есть мы все люди, которые, кроме одного врача, у нас медицинского образования ни у кого не было. И потом нам выдали инструкцию. Инструкция специально была выдана с ошибками и нарушениями. То есть часть была закрыта белыми пятнами, как вы видите, часть была там, рисунки были удалены. И после этого нам было сказано, вот у вас пациент, осуществляйте реанимацию. И наш ответственный врач смотрел за тем, какие ошибки мы допускаем. Да, конечно, было неприятно эти ошибки допустить. Но если у двух человек ошибки повторялись, значит дело не в том, что мы плохо делаем, а дело в том, у двух или более человек, а в том, что инструкция не та. И таким образом вот здесь наша работа помогла обратить внимание на то, что должно быть обязательно включено в подобную инструкцию, да, инструкцию для неспециалистов. А без чего, наверное, можно обойтись. После этого нам всем предоставили возможность все-таки попробовать сделать это правильно. И это было действительно очень интересно. Следующее. Вот сейчас мы перейдем к тому, что мы, конечно, долго рассказывали о том, что невесомость мы моделировать не можем, мы моделируем только ее эффекты. Но у нас был один эксперимент, про который расскажет Таня, который нам позволил почувствовать себя на поверхности планеты Луна. Конечно же, когда у нас задумался эксперимент, что мы летим на Луну, совершаем ее облет и возврат без высадки. Но при этом сама вот эта тема Луны, она не могла не привлечь, потому что мы все прекрасно видели видео, как человек ходит по поверхности Луны. Что это не совсем просто. Не совсем просто взять грунт, осуществить, потому что гравитация на Луне другая. И для этого ученым нужно этот вопрос детально изучить именно не просто по видео, а с применением приборов, например, таких, как изучить, как включаются мышцы, какие именно мышцы работают, если мы изменим гравитацию. Но гравитацию мы не могли изменить. Мы снимали часть веса с помощью такой системы выноски. Мы создавали якобы имитацию, что человек весит столько, сколько было веса на Луне. И при этом регистрировали показатели, как он совершает движение по бегущей дорожке здесь, местоповерхности. Ну, конечно, для сравнения он у нас просто ходил, где мы на гравитацию, ну и как дань, а прошлым экспериментом мы еще имитировали марсианскую поверхность. Но, несмотря на то, что было очень много электродов, очень много аппаратуры, это все действительно такая весомая конструкция, потому что все передавалось по распроводной связи. Сейчас так, ладно. На компьютер это все регистрировалось, но девушке, мне кажется, было... На Луне нам понравилось. Да, потому что ты там потом затем, когда... Ну, сначала тебе кажется, что действительно мешают все эти приборы, а потом, когда ты возвращаешься снова к реальному весу, к земной, как бы можем сказать, гравитации, то ты чувствуешь, что нам, оказывается, здесь достаточно тяжело. Ну, может быть, и двигаться легко, но управлять своим телом при этом уже становится немножко по-другому, и это уже было зарегистрировано и показывали. И здесь мы тоже можем сказать, что мы не только исследовали эффекты, но и отрабатывали вот эту самую методику. Мы смотрели, какой режим беговой дорожки более приемлем для вот этого эксперимента. Побыстрее, помедленнее, как лучше закрепить аппаратуру. Ну, и, конечно же, благодаря МГУ нам написали программу по поводу... Там, где у нас Полина не смогла найти луноход, да? Вот это была как раз программа виртуальной реальности, когда мы могли помоделировать управлением этого самого лунохода на поверхности Луны. Действительно, программа хорошая, но вот кое-какие недочеты остались. Возможно, это была проблема в недостаточной мощности компьютера. Ну, вот эти все эксперименты, они именно погружали экипаж самой атмосферы того, что мы находимся сейчас на открытии Луны. И мы даже в какой-то момент забывали, что вот вроде бы метро Полежаевская, наш институт, там у нас люди хоть работают, рабочий день, а мы... А мы его нет. И мы когда говорили про то, что происходит в нашем институте, мы говорили там. То есть не здесь, хотя мы были в институте, мы говорили там. Я бы хотела сказать про этот эксперимент еще на такую деталь, что там вот настолько все интересно выверено программистами, что там есть миллисекунды задержки, когда ты поворачиваешь голову, изображение, и даже электросогласование, там какие-то миллисекунды, они настолько все равно влияют, такое даже чувство тошноты потом остается. Не у всех. Я вообще такой, в кавычках, любитель компьютерных игр, я вообще такое не люблю, но некоторым нравилось, они даже говорили, Лен, можно я пойду еще покатаюсь по Луне? Когда, наконец, появлялось свободное время, они его тратили на то, чтобы поискать этот самый луноход. А, потому что пейзажи, мы там видели, там где-то Земля, до которой мы уже скоро полетим обратно. Ну, это все, конечно. Виртуальная реальность. Что у нас там дальше? Да, вот мы говорили про Татьянин эксперимент, когда у нас гравитацию убирали. А это эксперимент, когда эту гравитацию искусственно создавали. То есть это центрифуга короткого радиуса. Это совсем не та центрифуга, которая направлена на моделирование перегрузок, которые испытывают космонавты. И она предназначена как раз для того, чтобы создать ощущение искусственной гравитации. То есть мы, когда мы лежим, а нам кажется, что во время, когда нас вращают, что мы стоим. Там не так много было же. И в момент вращения еще проверяли. Ну, во-первых, оценивали все физиологические параметры. Было очень много различных датчиков. Но, кроме того, еще была оценка периферического зрения. Поскольку есть информация, что вот бывают нарушения его во время вращения. А после годового полета Михаила Крайенкова вот тут не это? Нет, там было как раз центрифуга с большими перегрузками. Это имитация спуска и посадки. У нас тут немножко наоборот. А у нас все-таки создавалась именно сила тяжести земная. Для профилактики. Цель-то была показать, что в длительных полетах нужно создать такие системы профилактики. Ну, помимо различных тех, которые сейчас на борту, беговые дорожки. Что в будущем, возможно, если вы смотрели все эти современные фантастические фильмы. Там вот эта большая центрифуга, которая вращает. Она им создает возможность ходить, спить воду. Может быть, когда-нибудь это станет приемлемой. То есть вы хотите сказать, что на станции должна быть центрифуга? На станции, да. То есть, как бы, ну, не то, что мечта учебных. Мы не встретимся. Чтобы вот такой модуль, на котором можно разместить... Она же не большая. Вот это очень большая. Может быть, она в дальнейшем будет как-то модернизирована, еще уменьшится. Но при этом космонавт может прокрутиться. Дать системе, наш организм вспомнить, что такое земная гравитация. Без использования там дорожки, именно силовых тренировок. И тогда это просто великолепное средство для того, чтобы осуществлять уже длительные межпланетные перелеты. Ну, то есть, есть, возможно, два варианта, да. И вариант с центрифугой на борту, он учеными, на самом деле, уже обсуждался. Понятно, что технически это очень сложно, да, поставить ее все-таки на борт. То есть, ну, в любом случае, все-таки вариант с центрифугой, он немножко проще. Поставить вот эту маленькую центрифугу на борт условной станции, да. Либо вращать целиком один из модулей. Понятно, что технически это еще, на мой взгляд, гораздо сложнее. Не возникнет такой проблемы, что когда человек покрутился на центрифуге и снова оказался в невесомости, а потом снова крутится на центрифуге, вот такие частые переходы, они, в общем-то, могут неблагоприятно на организме сказаться. Ну, вот это ведь тоже задача для ученых и исследователей, все это посмотреть, да, и проверить. Мы до этого показывали вам модель сухой эмиссии. Сейчас в институте планируется, например, эксперимент, когда группа будет лежать, имитируя то, что они будут находиться в невесомости, потом используется данная модель. И все это делается, все это изучается для того, чтобы нашим космонавтам леталось еще дороже. Найти большие режимы, подобрать их. Это все отрабатывается. И мы как раз опробировали эту центрифугу практически на нашем эксперименте. И при этом вы же понимаете, что если будет возможен полет на другую планету, то люди испытают невесомость, прилетят на другую планету, там им нужно будет работать, а затем возвращаться назад, ну, при хороших раскладах, да? И когда-то была даже идея провести такой полет, что, конечно, до такого эксперимента еще, я думаю, что очень далеко, когда космонавты будут летать, опустятся на Землю и потом полетят назад. Но такие идеи возникают уже у специалистов. Как раз для того, чтобы проверить, возможно ли, чтобы космонавты прилетели на другую планету, отработали там и вернулись обратно. Что у нас там дальше? Может, да? Не работает? Да, мы слышим, что это тоже было впервые. Вот Марина была первой женщиной в России, которая с деталом в себе действует центрифугу короткого... Не только в России, вообще. Сейчас этим заинтересовался и китайское космическое агентство. Немецкое космическое агентство. Ну, как бы, многие считают, что в этом есть рациональное зерно и, может быть, будущее. Ну, а на этом слайде вы видите наши кайеты и как проводили свободное время, если оно было. Кто-то читал книгу, да? Я великолепно писала дневники, которые выгружались на нашем сайте. Она их называла Олег... Даша у нас просто поклонница сериала «Стартрек», и она вела дневник вот как раз в стиле этого сериала. Это было просто... Я когда вышла уже, мы же не имели доступа к интернету. Я когда вышла, я вечером сижу, а мне говорят, что ты делаешь сегодня? Я читаю дневник. А вот каждый день, как проходить. Я говорю, ну, ты же там была. Я говорю, ну, это так интересно написано. То есть, как люди читали и понимали, что с нами происходит во время того, как мы там. Мы, например, не знали. Вы сейчас знаете? Что мы там промелькнули, самое интересное. Ну, это для тебя самое интересное. Да, я очень люблю, конечно, обратить внимание именно на это событие в моей жизни. Не каждый человек может похвастаться тем, что встретил день рождения на Луне. Но вот так вышло у меня. Я очень благодарна своей команде, своим девочкам, тем, кто находился за обортованием. Делал для меня потрясающе трогательные вещи. Я то плакала отчасти, то смеялась. В общем, было очень трогательно запоминающийся такой день. Ей очень повезло, на самом деле. Мы бы все хотели отметить сегодня рождение на Луне. Но, к сожалению, наши паспорта немножко этого помешали сделать. Можно было что-то, конечно, сделать, но мы решили, что хватит. Ладно, только быть командиром. Она это заслужила. Поскольку мы очень любили друг над другом потрунивать, то мы тоже рассказываем, что мы делали это не для того, чтобы ей сделать приятно, а чтобы ей было дольше и труднее добраться до своего подарка. То есть это был придуман специальный квест, когда ей пришлось даже на потолке искать следующие задачки, записки. И все это было загружено еще до начала эксперимента, потому что нужно было продумать это все заранее при этой нашей загруженности с пред... С фономомеданами. С фономомеданами. И ты, конечно, понимала, что они что-нибудь придумают, потому что вот это будет вот так грандиозно. Брелок масштабный к роботам. Конечно, вторую половину уже, когда мы прилетели к Луне, когда мы уже немножко адаптировались к нашей сфокограмме, к объему работы, мы не стали находить время для игр. Ну, игры, наверное... Я даже не знаю, как это правильно сказать. Игры, они же несут в себе очень много, да? И вот игры на ассоциативное мышление мне, например, позволили узнать о некоторых девочках намного больше, чем бы я узнала, может быть, из каких-то психологических тестов. Вот это ассоциативное мышление, когда для меня оно одно, и, например, Аня также поддерживает меня в этом же направлении, эту же карточку, а у кого-то она совершенно противоположная. И, ну, на мой взгляд, совершенно отличающаяся от моего мировосприятия. Это тоже была хорошая почва для психологов, потому что, когда мы играли, велась видеозапись вместе со звуком. Я думаю, что для психологов это просто благодатная почва. Мы немножко переживали, когда мы начали играть в игру «Тик-так-бук», потому что там такая маленькая бомбочка, а за нами наблюдали камеры, и мы думали, что же нам сейчас скажут, когда у нас вот это сделали во-ву-ву-вуф. Ну, ничего, все обошлось. Следующий. Здесь мы хотели показать, что, ну, раз уж мы женщины, мы, конечно, хотели обустроить наш корабль. Мы вешали свои любимые плакаты Гагарина, Международной космической станции, все-таки какой-то уют нам хотелось навести. Ну и атмосферу создать все-таки космос, того, что это корабль, что что-то, а не какой-то там вагонкой обшит комплекс. Ну естественно мы занимались уборкой, микробиологи нас ругали периодически за это. Слишком тщательно убирали. Потому что ничего не выросло, слишком было чистое, и их результат оказался практически нулевым. Ну для ученого, понимаете, они же хотели, чтобы повысилась осемененность, там обязательно какие-то вредные бактерии. У ученых есть свои, они хотят, чтобы как бы хуже было. Ну это имеются такие колоссальные результаты. Надо разрушать стереотип. Чем же мы питались? Мы, если космонавт представляет специальные наборы, потому что они должны мало весить, то у нас такого необходимости не было. Мы могли позволить себе обычную еду. У нас не было ограничений там в объемах. Ну они были, но мы могли уместить это в холодильнике. У нас были морозильные камеры, конечно, это была заморозка. Но все было заранее загружено, естественно, вы понимаете. Я вот процитирую. Кита по-французски, окунь по-командорски. Реклама. Но были учтены пожелания каждой из участниц, они писали. Потом специалистам МВП, отвечающим за питание, было просчитано индивидуальный колораж, меню, чтобы, не дай бог, участницы не доедали. Было даже список продуктов, которые нужно закупить и которые прошли проверку. При этом у нас я в ЦПК взяла специальный список тех продуктов, которые могут попросить космонавта себе на борт. Те продукты, которые вроде бы продаются у нас в магазинах. Например, шоколад, не специально изготовленный космонавт, а то, что мы каждый день кушаем. Я когда вставала, говорю, а вот эта шоколадка, она такая же, может быть, и на борту у космонавта. Это хоть не космическое питание, которое нужно было разводить. Но, конечно же, мы были готовы к нештатным ситуациям, например, сбоя с электричеством. И выход морозильных камер, например, или холодильника мог послужить того, что лишит экипаж питания. И было для этого запасы, такие вот больше уже сухопаек, которые можно было разогреть уже таким, как, ну, консервы, развести кипяточком. Так что... Вопрос, то есть похудела или поправилась? Не поправилась. Если бы не та рабочая нагрузка, которая была возложена на нас, бы мы, наверное, поправились. Нет, в нормальной жизни я, например, столько не ем, сколько они нам там расписали. Мы с Аней иногда делили пополам, потому что это очень много, мне казалось, например. Простите, а если бы была бы авария с электричеством, делала бы, в чем не реально? Да, да. Нет, я как раз сказала, что у нас были консервы, сухие продукты. Можно разбавить кипяточком? А, смотрите, если вдруг какая-то авария, перегорели бы холодильники, да, но у нас холодильников запасных не было, но у нас был запас, стояла аварийная микрообка, которая есть в случае выхода из строя этой, и чайник. Потому что мы же все-таки верим, что специалисты могли бы починить, например, дать нам указание, как это починить поломку, но если бы не было кипятка, были консервы и все такое, мы бы не остались голодными. А вода у нас была, она была тоже разработана специалистами, это система водоочистки, ее состав по минералам, по солям, по рекомендации всего врачей. Не то, что там нам загружали бутылевую воду, это все через, проходила специальную систему, мы получали как снаружи. А последний лишний день продукты? Девушки очень экономные, нам слишком много продуктов загрузили, и так что у нас даже они остались. И после... Что снаружи на последний день вам загрузили, или у вас... Нет, они остались, они остались. Случайно? Не случайно, у нас осталось много продуктов. Потому что, ну, понимаете, специалисты рассчитывают уже по максимуму, а мы... Ну, я, например, говорю, я не съедала свою суточную норму. Мы не могли, например, не всегда мы кушаем, там, например, это обед, то первое, второе, но было рассчитано это первое, второе на каждый день. Что-то осталось? Оставалось очень много, оставалось. Мы даже думали, не подкармливать ли нам уже дежурную бригаду. Ну, мы потом это все, да, уже отдали. Нашим инженерам, которые обеспечивали технически этот экспериментальный комплекс. За их благодарность... Это по выходу был праздник, да? Вы накрыли стол. Да, да. Мы накрыли стол с космической едой, которая побывала... По выходу мы крутились на центрифуге, сдавали кучу тестов. Ну, и о том, что все-таки у нас... У нас и так получилось все равно не совсем серьезно, но просто этим слайдом мы всегда хотим показать, что даже если мы рассказываем про какие-то серьезные эксперименты, мы иногда можем подурачиться, пошутить. Не все так скучно. А была ли ситуация, когда проверялась способность командира руководить группой из СССР? Спасибо, да, мне часто задают этот вопрос. Я, наверное, очень хорошо понимала, кто рядом со мной. Я понимала, что каждая из девушек – это самодостаточная личность. И я была уверена абсолютно, что мне не придется давить на кого-то или наставить на свое мнение. Я понимала, что может возникнуть ситуация, когда мне нужно будет принять какое-то решение, но вот если честно, я вот не помню, не было такого, Таня, чтобы вот кто-то говорил одно, кто-то говорил другое, я потом так взяла и кулаком по стулу сказала, будет так вот. Мы, командира, вечером отправляли рапортовать о состоянии экипажа. Я не чувствовала своей главенствующей роли абсолютно. У нас была хорошая психологическая совместимость экипажа, и благодаря этому не приходилось этого делать. Несмотря на все эти гадкие комментарии, которые нам писали в социальных сетях до начала проекта, многие писали, уго, давайте посмотрим, на какие сутки они подерутся и будут рвать друг другу волосы. Мне всегда просто хотелось спросить у этих людей. Спокойно. Мы прошли подсехотборы. Мы не понимаем таких. Нет, на самом деле нам было довольно легко, потому что мы друг друга практически все знали, мы работали вместе. И я даже потом, когда уже подходил к концу эксперимента, ловила себя на мысли, как здорово, что мы все вместе работаем, и я могу дальше общаться со всеми этими замечательными людьми, дальше продолжать работать вместе с ними бок о бок. И мы не расстанемся, не разбежимся. Я там видела вопрос, хотели задать, да? Вопрос был как раз примерно об этом. Как повлиял эксперимент на ваше отношение к другу? Мы очень дружим, мы постоянно собираемся, шутим. И даже, ну, не только шестером, но и 10 участниц, которые вот все вместе мы проходили эту подготовку. Я не знаю, изменилось ли у всех, но вот эта социуметрия, про которую девушки рассказывали до, когда я отходила, я слышала, мы же заполнили эти тесты до эксперимента и после. Вот я не знаю, изменилось ли у кого-то, ну, мнение, да, кого он возьмет с собой в эксперимент, и уже после того, как мы там побывали, вот эти 9 суток, я не знаю, может быть, у кого-то правда изменилось. Это нормально. Я, например, узнала очень многое. Мне казалось, некоторые вещи априори, они не требуют доказательств для меня, а вот для кого-то они оказываются совсем противополучные. То есть сегодня вы бы выбрали других бы? Нет, сегодня нет. Нет. У меня не поменялось бы. Мы можно сказать только каждый за себя, потому что на самом деле это как бы секретно. Да, это закрыто. Какого вопроса не было? После. Вопросы были. Как раз? После уже. После были, такие же вопросы. Да, да. У меня не было. Какой вопрос еще раз, и мы готовим максимальный спрос? Мы даже когда сидели там, мы уже думали, что мы бы еще бы остались на неделю, там на две. Но я, например, для себя, я бы, наверное, пошла бы еще на месяц эксперимента, действительно. Я, ну, осознавая, что это труд все-таки, это не отдых, но я бы сразу же... Естественно, вот на ребят, которые сидели там 520 дней, смотришь совсем другими глазами. Это, ну, полтора года, это все-таки, ну, заставляет задуматься, и... Не так все просто, как кажется, на первый взгляд. А может вопрос по поводу 520 дней? Когда результаты опубликовали, попали изоляция, там сделали два вывода. Во-первых, они стали дольше спать, вот, да, срок прошел, по 20 дней, они в конце дольше спали. А во-вторых, все ученые, ну, кто этим занимался, чей был эксперимент, определили, что они потеряли мотивацию, как бы, полета. То есть, вот, чем ближе, как бы, полета, тем у них меньше была мотивация что-либо делать. И вот, все вас спросите, у меня есть личная гипотеза, что, если бы это был реальный полет со 20 дней на Марс, там работать обратно на Землю, то такого бы не было, потому что, когда идтишь на Марс, ты ждешь работы на Марсе, это прям нетерпение, когда идтишь обратно, ты ждешь Землю, это опять нетерпение. А у них получилось, что они просто ровные, от начала до конца, от звонка до звонка. И поэтому мотивация упала к концу, я не хочу, я не хочу сказать, ваше мнение к этому. Я, если честно, ну, вот, от Саши Мальевского слышала несколько другую информацию, когда это участие эксперимента, когда его спрашивают, что было для него самым сложным, он как раз говорил, выход. Вот вернуться к нормальной жизни после того, что вот он эти полтора года прожил в замкнутом пространстве, когда у него четкая циклограмма, в принципе, вот тебе сказали, и ты делаешь. А вернуться, выйти, вот, во-первых, тоже к огромной массе репортеров, говорить и на камеры. Для нас, например, это тоже, вот, нас иногда спрашивают стрессы. Мы же, ну, обычные ученые, которые, я, например, не представляла себе масштабности вот этого проекта, когда мы потом действительно будем участвовать в каких-то пресс-конференциях, давать интервью, в том числе в прямом эфире, это тоже достаточно сложно. Таня? Таня. Таня, нет, все, там просто нам сигналы дают по поводу времени, что мы очень любим говорить, очень любим разговаривать, но все-таки нам иногда думать нужно и о том, что времени осталось не так много. Значит, как мы уже говорили о том, для чего используются все эти проекты, да, вот мы еще акцентируем внимание на том, что такие проекты важны для того, чтобы понять, как правильно взаимодействовать с наукой, с промышленностью, потому что ученые, да, это, конечно, очень здорово, мы вот сейчас все исследуем, мы все там покажем, что происходит с нами, как-то это все, ну, как бы переведем на космос и космонавтов, но, естественно, вся космическая техника, да, она делается промышленностью. И нас после нашего эксперимента пригласили в РКК «Энергия». Следующий слайд. Нам показали новый, создаваемый, платируемый корабль, который, как планируется, да, в дальнейшем полетит к Луне, нам дали возможность попробовать посидеть в этих креслах. Даже в момент нашей встречи спрашивали наше мнение о том, как мы думаем, вот удобно, неудобно, что лучше изменить. И в дальнейшем предполагается сотрудничество как раз с Институтом медико-биологических проблем с предприятиями ракетно-космической промышленности для того, чтобы ученые давали свои рекомендации по как раз по эргономике, по тому, как сделать модули. Вот это, например, модуль, новый модуль, который предполагается пристыковать к МКС. Он будет частью МКС. Как сделать их наиболее удобными, не только наиболее удобными, и эргономичными для работы космонавтов. Это еще один аспект, который тоже очень важный. И когда она спрашивает, зачем вы всем этим занимаетесь, да, вот есть такая важная вещь, что космическая медицина, она не замыкается сама на себе. То есть мы делаем это не только для космонавтов. Вот все средства, методы, методики, приборы, которые разрабатываются для космонавтов, затем, в дальнейшем, ученые думают, как же мы можем их использовать для всех. И ты расскажешь. Ну вот здесь вы видите, это космические средства профилактики, пассивные средства. Это костюм, потом такой аппарат, который посвозь на эти подушечки переменно надувается, пятка-носок, пятка-носок, и создает иллюзию того, что человек уходит именно в родитель на опору. Если это космонавтам пассивно помогает избежать негативных влияний невесомости, то на земле это помогает тяжелобольным быстрее реабилитироваться. И показаны уже вибраинтные результаты, то что с применением, конечно, немножко адаптированных под больных, быстрее восстанавливает свои делительные функции. Вот две последние картины, мои эксперименты, которые шли на борту, я расскажу про крайние, достаточно, это наша мечта, на самом деле, это абсолютно бесконтактный съем физиологических сигналов. Не нужно наложение ни датчиков, ни электродов, которые, в принципе, ни космонавты, ни обычные люди не любят. Этот датчик, он оценивает качество сна. И вот здесь выход, на наш взгляд, он очень огромный. Это и может быть спортивная медицина, когда, ну, не знаю, к примеру, да, необходимо завтра поставить команду, не знаю, там, на эстафету, а сегодня они отбежали, там, на старт. Кто остановился за ночь, кто готов бежать дальше? Это же, ну, основной вопрос, который, наверное, тренер ставит перед собой, перед командой. Ну, вот, мечта, на самом деле, которая, наверное, пока не видит выхода, сейчас используется этот прибор, он не в реанимационных отделениях. Просто его нельзя сравнить с той полисонографией, которая в клиниках используется, где околограммы, где датчики, где только наложение, уже для человека стресс. А нам очень хотелось уйти от этого и вот бесконтактно абсолютно давать какую-то оценку в восстановлению функциональных резервов во время сна. Можно мы передадим слово? Я не знаю, Олег, ты готов? Да, Олег. Или мы? Ну, хорошо, для чего еще был проведен такой проект? Это молодежный был проект, инициативный проект, для того, чтобы каждый, ну, большинство молодежи на Института медико-биологических проблем могли попробовать самостоятельно работать в таких сложных проектах. Потому что здесь действительно очень много работы, и до того, чтобы были вот эти, вот этот короткий период изоляции, нужно было сделать очень много бумажной работы, очень много подготовительной работы. И даже если иногда что-то не получалось, то это был задел на будущее, то есть чтобы мы понимали, чего они делают в дальнейшем в следующих экспериментах, которые будут масштабнее, которые будут более длительными, в которых будут смешанные экипажи, которые будут с международным участием, что, естественно, требует еще большей ответственности для каждого. И, конечно же, этот проект, он в том числе и для популяризации космической науки и науки в целом. И Олег Воложин, пресс-секретарь Института медико-биологических проблем, сейчас об этом расскажет. Расскажет. Это то, что мы строительственные проекты в субсетях, или отдельные сайты, но на самом деле, конечно, популяризация науки, да, это не заканчивается и начинается, это естественный элемент, в принципе. Одна из частей важных, вот того проекта, который мы сделали, это, конечно, действительно популяризация науки. Ну, в данном конкретном случае космической науки, плюс привлечение молодежи и демонстрация того, что молодежь в науке не где-то с краю там падает перенеси, а полноправные участники привлечения к этому не просто таким пассивным, типа вот идите в науку, а активным проектом. На самом деле еще не прозвучало этим важным моментом. Как вы думаете, во сколько обошелся весь этот проект, на ваш взгляд? Вот вы же знаете, что здесь... Я задал вопрос. Ваше мнение, просто интересно. Ну, скажите вот что-нибудь. Я скажу, ты и так знаешь. Ну, любые варианты, какие вот первые в голову приходят. 50 миллионов. 5 миллионов. За сколько было задействовано людей? Хорошо, вопрос. За сколько было задействовано людей? 10 участниц. Мы делали поздравительные дипломы тем, кто участвовал на проекте. А где наши дипломы? Они будут вручены 11 апреля на институте. Там 120 человек. Ну, ну, продукты стоили. Электроэнергия стоила. Вот следующий шаг. Вообще, например, новосянский проект. Проект «Марсмезод», который шел с 2007 по 2010 год. Он обошелся со всеми выплатами порядка 12 миллионов евро. Это и зарплаты, и реконструкция, и работы. То есть все, все, все обобщенно, да? А этот проект, конечно, не вкладывая реконструкцию, безусловно, он практически полностью был волонтерским. Практически полностью. Потому что, конечно, главные расходы минимальные были. Покупка еды, покупка... Смех, литератом, там еще что-то. Это нам подарили спонсоры. Форма, которую пошил спонсор действительно, который... Сами разрабатывали дизайн, да? Да. А между прочим, костюмы, которые на них, это действительно совместная работа дизайнера фирмы и наших девушек. Они много и благотворно обсуждали, какие ткани, внешние виды. То есть здесь, как бы, это полностью авторские работы, да, на самом деле. Сделан индивидуальный пошил, и каждый свой костюм. Нет, это не типовой, совершенно так, на проекте. То есть проект был волонтерский. Девушки, кто работал, мы за это не получили ничего. То есть они вынуждены брать за свой счет. Ну, за кто? Нет, нет, нет. Нет, мы оформляли отпуск. Те, кто были в эксперименте, оформляли за свой счет. А те, кто были снаружи, работали как работают. Почему? На самом деле, к сожалению, финансирование науки не так хорошо, как хотели бы, безусловно. И иногда надо делать такие немножко сумасшедшие шаги, безусловно, да, чтобы привлечь внимание. Этот проект появился, в какой-то степени вырос из идеи вообще, как привлечь людей к науке. Мы, узкую группу ограниченных людей, в институции, обсуждаем, как можно привлечь. Воспомышляем, если сделали что-то типа ночи в музее, только не ночи в музее, а сад. Ночной полет на солнце, да, там, в курсе, в седу. И обсуждаем, ну почему ночной полет, понимаете, да, что в нем на солнце гречет, да, поезем ночи. Поэтому, ну, потом подумав, по самом деле, почему мы отказались от такого? Он был бы проще в организации. Мы опасались, что юмора в отрасли не так много, как хотелось бы, да, то есть это, искать так, так, выхлоп от этого мероприятия будет не очень большой. А потом, собрав совет молодых ученых, в нашем институте есть такой совет, там, эти девушки в нем состоят, я думаю, что, соответственно, да, решили, а почему бы нам не сделать эксперимент молодежный? То есть вообще возникло в прошлом из них, провести эксперимент. Потому что все, кто в институте, по многим экспериментам участвуют. Я участвовал во всех вариантах экспериментов, в изоляции, в инерсии, в аналогове, в невезомости предал, то есть как бы биологически, ну, как бы, в принципе, делал все, что происходило, везде, встали на гастриле. Ну, и молодежи еще накопились вопросы, которые они хотели провести, какого-нибудь подобного эксперимента. Кроме того, мы чувствуем, что поколение наших руководителей, те, кто проводили большие длительные эксперименты в институте, на самом деле, завиционные эксперименты идут с 1967 года, начиная. Сам институт организован в 1973 году, в 1963 году. В арсианском УДНЭК построен в 1973 году, введен в эксплуатацию. В принципе, практически непрерывно там шли эксперименты. Самые крупные там были показаны, но вот с закончения Марс-500, это 10-й год, 11-й год, уже, как бы, сколько, 4 года уже точно прошло, и люди уходят. К сожалению, вот умер в 2015 году, в начале года, пропорядка проекта Марс-500, проявил руководитель космонавт, летавший, ну, сколько постижет достаточно. И это тоже было стимулом, что надо перехватить инициативу, надо взять опыт, который можно взять, пока есть те люди, которые работают. В нашем студии работают люди, которые никакая, которые еще занимались белкой и стрелкой, которые, то есть, то есть, в основном, в космонавтике, и вот они вот с нами работают, и можно, как бы, напрямую с ними общаться, они через мышки поставили память. И идея этого проекта, она имела и такой вклад в это. То есть, то, что мы, проведя этот эксперимент, возьмем опыт и научимся. И было решение, изначально было решение, что надо, то есть, оно принималось не наверху института, не руководства, не в дирекции, оно принималось среди молодежи, что там мы хотим провести такой эксперимент. Да, наверное, придется делать бесплатно. Да, придется какие-то пойти упрощение, услуги, безусловно. У многих может возникать вопрос, что если мы ввезу 20 дней провели на участке проект, что может дать на 8-дневный проект. Но на самом деле, я вот ответил тем самым. То есть, это обучающий проект, да, то есть, мы, как бы, взяв инициативу все уроки, взяв тот опыт, который нам передали, на самом деле, в этом проекте, без шуток, действительно работали только молодые специалисты. Наши старшие товарищи помогали советам коррективовкой небольшой. Безусловно, понятно, что, допустим, клинический отдел, который занимался обследованием, там у нас те кто-то, которые есть, кто-то работал. Там, как бы, нет специалистов молодых таких, кто-то их задействует. Но во всем остальном, шла работу проект, проходил абсолютно все инстанции, которые должны проходить за весь научный проект. И научную комиссию, и биологическую комиссию. То есть, молодые ученые прошли все круги АДОНИ, насколько это непросто, насколько сложно организовывать это все. То есть, для узкого круга, да, вот институтских людей, это большая практика. Для внешней публики, да, вот мы уже второй год, ну, в 15-м году много было, да, и сейчас мы уже много ездим, рассказываем про проекты, таким образом привлекаем людей к тому, что наука, она ну, что так, она рядом, да, то есть она простая. Она, не то, что она там, не берут ее, не какой-то там примитивный, но имеется в виду то, что ветер действительно может заниматься интересно, весело и при этом по-настоящему научный. Конечно же, для нас очень важно было иметь большой медийный выход, потому что смотришь, как поляризируют науку, допустим, Европейское космическое агентство или нации, ты понимаешь, что у нас в нашем медийном пространстве российских родных проектов практически нет. И вот наш проект, вот марсианский проект считается сейчас эталонным проектом по проведению таких экспериментов, молодежных проектов, а молодежный проект... Там, почему-то, смотрите, где я... Там, да, сейчас... Да, сейчас... Следующий? Давай. Еще. Еще. Ну, это просто сколько... Это так, вот, да. То есть, ТАСС, есть такой проект, да, который взял и выбрал 20 проектов российских, которые посчитал значим. Вот это, вот, они взяли и наш проект тоже, посчитал, что наш проект, у нас, 15, наиболее значимый за 15-й год среди 20 проектов во всей России. Нам было очень приятно, это, вот, этот художественный рисунок, который висел, и, значит, отбор снега, висел, и, значит, отбор снега, висит весьма, пересадет ТАСС в Москве. То есть, такое вот неожиданное признание, причем не только в России, но в предыдущем слайде очень много, не только российских, и не столько российских, но и... Что-то тихость. Западных, очень много в Америке вышло материалов, очень много в Европе выходил материалов. Причем, как ни смешно, очень большой эффект такого медийного выхода, конечно, сказалось то, что мы взяли женский экипаж. Очень, для европейцев такое гендерное выделение, для... можно, так, пояснить, так, как прямому глазу, да, и они многие вопросы задавали, почему, а как вы на это смотрите, а как вы так бы стиксировались, и так так далее, и так далее. Но это сыграло роль, которое привлекло внимание для нас и для российской науки, это оказалось очень значимым проектом. Естественно, привлечение внимания не только... Ну, если я привлеку внимание газетчиков, это не значит, что у меня будет все хорошо, придут деньги, и проект там можно дальше это сделать. Конечно же, нам важно было привлечь к любому, как так, продаже продукта, в данном случае это не продажа продукта, это наука, и привлечение к этой науке спонсоров или участников проекта. Для нас вот заключение контракта с «Энергией», о котором было рассказано, один из заключенных контрактов, как результат этого определенного эксперимента, заключение контракт с НАСА, заключение контракт с Химонским космическим агентством. На что? Ну, проведение изоляционных экспериментов, в принципе, мы сейчас не готовы сказать даты, но с 17-го года, 20-й годы, полагаю, 4 эксперимента, там, с 4-х месяцев до 12-ти, с различным гендерным составом, как с различным, со смешанным гендерным составом, и основной, как бы, уже посыл всех этих изоляционных экспериментов, это, конечно же, оперативные полеты за пределы орбиты Земли, исследования групповых взаимодействий, в принципе, то есть вот наш такой, вот то, что мы сделали, вот то, что мы побоялись этих вот сложностей и финансовых, и организационных, он оказал очень большой эффект для самого института в том числе. А можно вопрос задать? А как ваша жизнь изменилась? Знаете, как у Гагарина, то полет и после полета. Ваша жизнь изменилась? Ну, вы же получили достаточную порцию. Я, да, я как раз, наверное, отвечала уже на этот вопрос о том, что сначала мне не располагалось этих масштабов, а сейчас нам приходится достаточно часто и рассказывать, и где-то появляются даже на телевидении. У меня изменился, говорю, взгляд в целом на институционные эксперименты, взгляд на людей. Я, наверное, поняла, что мы все настолько разные, что моя точка зрения не всегда в приводе правильная. А вот окружающие стали к вам относиться по-другому? Какие стали популярные? Начальники. В том числе. А, я бы рассказала, как я воспользовалась ситуацией. Нет. Расскажи, расскажи, это очень интересная история, мы все ее очень любим, когда девушки... Мы были на очередном конгрессе астронавтическом, он был в Израиле в прошлом году, и Марсимович Белоковский, наш... Идеолог. Идеолог всего этого проекта, просил у нас в Таню, присутствует там, в этих красных костюмах, и мы там были еще до начала эксперимента. Но когда про него вообще никто не знал, и вдруг мы вот такие появляемся, там, на астронавтическом конгрессе. Ну, во-первых, да, сложный языковой барьер, потому что мы достанем, пока тут по-русски перекинемся, а тут уже половину людей нас сфотографировали, и подумали, что это вот российские космонавты. Ну, в общем, а когда нас спрашивают, приходится объяснять, и начинаешь говорить, нет, это такой молодежный проект, одному он сказал, второму сказал, третьему там где-то... И вот, ну, много достаточно приходилось объяснять, нет, мы не космонавты, мы ученые. Много-много-много. И вот в очередной уже, там, мы улетаем, вот такая очередь, если представляете, там вас будут проверять просто, я не знаю, каждую складку одежды, они открывают вот так мой чемодан, и каждое платье вот так вот сканируют, ну, вот этой штуковиной. И вот так вот она поднимает, а у меня вот этот костюм. Она, о, а ее, она зачем? И я так, ну, понимаю, что... Если я сейчас ей начну объяснять, нет, я этого такого... Я вот так поворачиваюсь, говорю, девочки, можно я один раз отвечу? Говорю, да. О, проходите. Вот если серьезно, вот вы сегодня же говорили, да, всего четыре женщины слетали в космос, и в отряде сейчас всего две женщины, да? После вот всего этого нет желания попробовать себя? У нас из десяти участниц две планируют выступать в отряд космонавтов. Это Инна Носикова и Наталья Лысова, Наталья Лысова, сообщество, она всего занимается в сфер нации. Так что я надеюсь, что... Мы когда-нибудь и хожу. Да, и вы работаете с ними на орбите, и это будет великолепно, как я кажется. Для них опыт, участие в таких экспериментах... А вторая, кто Лысова? Вот, Лысова, Наталья. Потому что, если вы знаете, как Олег Артемьев, Сергей Рязанский, они были участниками россианского проекта, успешно слетали, я думаю, опыт из-за экспериментов послужил им на пользу, и они великолепно работали на вагон. Но им даже... Рязанский же еще вымиссион в проект, как вам участвовал? Да, Сергей Рязанский, где он только не участвовал. Олег Артемьев, где я работала, он в сегодняшний день является сотрудниками Судмитикой, и он начинал работу именно в отделе, который включает влияние, собственно, на двигательную систему. Конечно же, мы, так как он мужчина, он мог участвовать, и мы все, он это следует, и никто. А я хочу сказать, что да, все... Ну, у нас очень часто спрашивают, а вот как, вот вы же не полетите теперь в космос? Но мы же все должны понимать, что для того, чтобы полетел там один человек, два человека, три, на Земле должна быть проделана настолько огромная работа, это и инженеры, и биологи, и медики, да, и для каждого находится вот своя маленькая часть. И даже для тех, кто вот сейчас, вот сейчас, да, мы не проводим научные эксперименты, но мы рассказываем о том, что мы делаем. Мы читаем лекции детям. И вот когда спросили, как изменилась ваша жизнь, да, вот я поняла, что я могу рассказом о своей работе, о том, что я сделала, привлечь там какого-нибудь маленького мальчика, какого-нибудь девочки, который подумает, ого, а это же я тоже так могу. И таким образом мы меняем будущее, да, то есть вот осознание того, что ты можешь изменить будущее даже вот такими маленькими шажками, мне кажется, это вот такое очень важное ощущение, важное и нужное ощущение. А, что могу сказать про себя, что у меня изменилось, так как я уже по возвращению вот с этим экспериментом, прилетел Геннадий Иванович Падалко, он, конечно, мы с Юмором так побеседовали на этой теме, и я понимаю, что я уже немножко на другом уровне. Я чуть стала поближе к космонавтам. Я не только была и остающаяся исследователь, но была и испытателем. И когда нас приглашают, да, нас приглашает Федерация Космонавтских, когда мы приходим, участвуем в тех же мероприятиях, что и космонавты, да, Рязанский, Крикалев, да, и вот ты думаешь, ого, раньше там ты и подумать об этом не мог, если ты не работаешь лично с космонавтами, нет у тебя экспериментов, а здесь ты вот уже достаточно близко. Можно я немножко углублю этот вопрос и ваши ответы, в том плане, что вот сейчас вы стали медийными фигурами, и вот вас МПП отправляет, или вы как на лекции выступаете. МПП не отправляет. А чувствуете ли в себе силы именно воздействовать на реальную космонавтику, в том плане, что, вот правильно Олег сказал, что необычно девушки, исследователи вас узнали, вас видят, вас приглашали в энергию, вас еще будут приглашать, вас приглашают на всякие мероприятия с космическими шишками и так далее. Чувствую вся силу воздействовать на реальную космонавтику с точки зрения вдохновения. То есть вы, блин, остаетесь исследователями, остаетесь там, у вас есть семьи и так далее, но в российской космонавтике пилотируемой не хватает вдохновения на то, чтобы идти дальше. То есть нет какой-то такой мотивации. Посмотрите на нас. Наша вода горят. Мы мотивированы делать науку, двигать ее дальше, поэтому мы здесь. Мы при этом работаем, выполняем свои эксперименты. И когда даже когда-то приводит ко мне, я не совсем вспоминаю, можно брать эксперименты, я рассказываю про свои исследования, а вот мне получится, да, я это делаю ради вот этого своего эксперимента. Так что, ну, как и не так заражать молодежь? Я имею в виду не только молодежь, а именно людей, принимающих решения. То есть двигать на более высокий уровень. То есть не просто дети, там студенты. То есть когда вы общаетесь с детьми студентами, вы воздействуете на их выбор в дальнейшем жизни. Я имею в виду на выбор стратегии, на уровне государства, на уровне общества, космической пилотируемой. Та же Луна, да, вот. Ага, это коллекция. Я могу немножко ответить на вопрос. То есть это изоляционные проекты международные, которые проводятся. Я вам хочу сказать, что да, у американцев, у нас есть возможности проведения изоляционных экспериментов на своей парке. У них есть такие модули. В Европе есть модули проведения таких экспериментов. На рамках они могли бы провести, но при этом им важен опыт и знания, которые у нас есть, и естественно-медийная часть тоже важна. И таким образом мы, несмотря на санкции, которые существуют, в рамках космической медицины, биологии и космических биологических исследований не осталось взаимодействия. И мы сохраняем работу с американскими исследователями, с европейскими исследователями. И это вот часть ответа на этот вопрос. То есть мы и девушки в том числе, и сам проект как таковой, мы продолжаем сохранять, соединять как бы научную стратегию изучения возможности полета человека за пределы орбиты. Это, в принципе, один из маленьких шагов. Конечно, на уровне политики и верхний плав даже агентства, конечно, мало может влиять, но, как говорится, вода камень точит. На данном случае институт, то есть сам проект сам по себе где-то сделан, неизвестно кем, но мы, конечно, такой эффект не имеем. Условно, и институт Томаса, который он имеет уже, и известность его на мировом рынке, скажем так, науке по космическим исследованиям, условно, дает очень большой толчок и подспорье в рамках принятия таких решений. Ваш проект обратил именно внимание на Луну и то, что дальнейшая программа будет построена к ней сознательно. Не, не да. Но мы это знаем, поскольку мы знаем, что приняли федеральную космическую программу, и мы знаем, насколько там все сдвинули вправо. Вот, а Татинск это известно на уровне государства, как читает новости, вникает в новости космонавтики. Все не очень радостно, поэтому хочется какого-то вдохновения, чтобы все-таки власть поняла, что людям нужна космонавтика. То есть вот мы, со своей стороны, и делаем так, чтобы... На самом деле, это может быть не очевидно. Может быть, кажется, что люди, принимающие решения, сидящие там, они все знают, что принимают... Как ни парадоксально, они иногда знают меньше, чем среднее бывает. Для них формация такой, где множество фильтров. И большая популяризация такая, массовая, она может иметь как раз тот эффект, что до них это тоже дойдет. Между прочим, соглашение с Эдергией, институт отключил впервые, за многих кодексов существования. И в этот проекте, это одна из ключевых ролей именно в этом соглашении. Для нас это очень значимый фактор. И то, что мы пригласили девушек, и не просто как антураж, да, а как полнообразных участников этого соглашения, в общем, на мой взгляд, очень важно и значимо. Скажите, пожалуйста, а вы пытались патентовать свою методику и продать ее, скажем... Какую из них? А именно все это оформить как методику, запатентовать ее и, скажем, продать группу как с национальными корпорациями. Я могу вам сказать, что на сам комплекс, на его техническое устройство, на... сейчас не могу вам точно сказать, но оформлено несколько патентов. То есть вопрос о том, каким образом это продавать, он тоже очень сложный. Потому что дело в том, что ученым им достаточно сложно коммерциализировать. В Институте медико-биологических проблем в принципе работу над этим ведут. Вот там, где мы показывали слайд для космической медицины, да, там показаны разработки, две из которых имеют международные патенты. И они, ну, как бы используются не только в России, но и за рубежом. То есть об этом, естественно, думают. И специалисты такие варианты просчитывают. Но мы тоже должны понимать, что патент, он должен работать, да. Это раньше была такая задача, давайте сделаем много-много патентов, они у нас все будут сложены в стопочки, и мы будем их всем показывать, и ими гордиться, да. Это тоже не совсем правильно. То есть здесь важно, чтобы работали специалисты, оценивали, насколько этот патент будет коммерциализируемым, да, насколько вот эта вот разработка, эта методика будет коммерциализируема. Но в институте как раз и в МВП эта работа налажена. Я еще добавлю просто, что практически все методики, которые вы видели, и все запатентованы в той или иной степени, но вопрос... Приборы, методики, да. Вопрос в том, что вы вкладываете в этот вопрос, потому что нету какой-то единой методики, в рамках которой мы все проводили. Это как набор. Есть в лаборатории, есть ученый со своими задачами, его он набирает из существующих методов и приборов под свои задачи, те, которые он может использовать. И любой эксперимент имеет границы применимости, есть какие-то задачи, которые он решает, поэтому в рамках этого будет набираться. Поэтому, наверное, не совсем корректно звучит. Вопрос в том, что он не совсем правильно. Да, да. Любой патент, это ближайшийся средство поддержания его. Это во-первых. Во-вторых, потом, можно ли его продать. Да. То есть те средства, которые вы тратите на его поддержание, стоят ли они действительно, затраты эти, они окупятся или нет. Мы вопрос об этом ставим. Поэтому такой вопрос поставлены. Если бы можно про него ответить. То есть вот детально... Да, патенты есть. И достаточно много патентов у института, и патенты, которые поставлены на баланс, которые переданы в малые инновационные предприятия, которые как раз и занимаются внедрением. И патенты работают. Внедрение, которое было и показано, это действительно многолетняя работа, которая в клиниках России, по миру и США заплатентована, и в Европе заплатентована, и в России заплатентована. То есть работа есть, идет, но по каждому отдельному направлению. Еще вопрос такой, вот, случай улучшения конструкции вы рассматривали. То есть, допустим, вот, отсека, разгармитизация, то есть создание вакуума, и в течение этого времени нужно покинуть этот отсек и перейти в более безопасный. Либо на детский пандер, за то время, пока понижается давление. То есть случай аварийного накидания корабля. Что вы рассматриваете? Вы знаете, опять же, вот, границы, то есть любой эксперимент, какие-то условия. Вот то, что вы описываете, проводилось в институтах в 70-х и 80-х годах. Когда выясняли границы давления, где человек теряет уже сознание, и проводились эксперименты, когда врач сидел рядом с испытателем, действительно, и вот уже вот доводя давление, то тех границ, когда тот терял сознание, но он быстро одевал, то есть выяснялось, когда. Сейчас это уже отработано, мы знаем, да, в рамках, допустим, марсианского проекта «Марска лицовка», у них проводились учения, когда они надевали самоспасатели, в принципе, это немножко схоже с тем же, чем обучают реальных кошмонавтов на реальных макетах МКС, когда они должны в затопленных условиях выполнить функции, свои нам спасти, что-то затушить, но в рамках лунного проекта мы это не делали. А вообще, вот опять-таки задача, да. нам ставили, нас обучали, что если произойдет сгорание или что-то, естественно, покидаем модуль, закрываем люк. То есть, конечно, за это и есть. Борьба за жемучесть корабля. За что? Борьба за жемучесть корабля. То есть, вот на повреждение вам нужно устранить. Ну, мы смотрите, ну, немножко, вы в интеллектующую сторону рассматриваете, у нас наши проекты, они больше степени затрагивают медико-биологические аспекты. Словеческие. Да, и, то есть, опять же, когда был проект «Наш 500», очень много вопросов задавали, почему вы не имитируете, допустим, почему они не гушают негасмические питания, почему они... Почему с парашютом не прыгнули? Да. Ну, почему там нет замкнутого цикла по воде, по воздуху и так далее, и так далее. Ну, вот, на самом деле, очень просто ответ. Да, стоимость эксперимента зарастает очень сильно. И, а надо ли объяснять это? Да, допустим, по замкнутому циклу институт проводил эксперименты еще в 67-68 год, назывался «Год в издалете», когда отрабатывали системы жизнеобеспечения полностью. Там, действительно, были задачи не психологические, а именно медико-биологические и технологические. И потом еще много лет уже в комплексе наземном по 80-е годы включительно проводились какие-то отдельные направления исследования, которые затрагивают как раз технологическую часть. Сейчас в большей степени работают технологически, проводятся где-то на предприятии, когда используют ту самую же участь, та же энергия у себя проводят, там, где структуры, которые занимаются разработкой аппаратуры. А у нас остается как раз медицина, биология, и самый главный фактор, который чаще выходит из строя, это как раз человечество. не на просто влияние технологического фактора, скажем, фактора обитания, они же все взаимосвязаны, например, и детские. Ну вот это как раз, да, вот взаимодействие науки и промышленности, да, то есть вот соглашение с энергией, может быть, в дальнейшем, да, как раз об этом будут думать далее. Пока нет. Я прошу включения. Да, давайте мы сделаем крайний вопрос, потому что время 10-й час, если я не ошибаюсь, у нас же поезд, у них поезд, на секундочку, а нам еще нужно сделать общую фотографию, нам еще нужно, чтобы девушки подписали к каждому, пришел на сегодняшнюю встречу, автографы, в общем, короче, у нас много-много, давайте мы делаем крайний вопрос. А вот здесь была рука. Молодой человек. Вы как участница, ну, можете рассказать, почему так мало экспериментов с чисто женскими или смешанными экипажами на длительную зарядку? Мы как участницы можем только возмутиться. Дорогие друзья, давайте мы поаплодируем. У меня есть...